МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тридцать четвертая сессия Городского совета. 15-го, 11-го, в ночь часов 4 минуты, находясь у себя дома, слушал громко музыку, чем шумил, нарушал тишину и спокойствие граждан на начале времени. Очередное заседание административной комиссии. Проводит ритуал специального прощения у медведи за то, что пришлось его убить, чтобы тут медведи смогли снова переродиться. Детям рассказали о народах Севера. Захватывающая очень игра, много голов. Турнир по мини-футболу среди ветеранов. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 12 декабря в администрации города состоялась 34-я сессия Городского совета. Какие вопросы обсуждали и какие решения были приняты депутатами в этот раз, вы узнаете из нашего первого сюжета. На повестку дня было поставлено 14 вопросов, пять из которых касались комитета по образованию. По ним депутаты приняли следующее решение. Компенсационные выплаты на питание малообеспеченных детей на одного воспитанника будут составлять теперь 38 рублей в день, а на детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей – 119 рублей 30 копеек. За присмотр и уход за этими детьми выплата составит 8 рублей 70 копеек в день. Также решено перевозить школьников на городском транспорте бесплатно. Эти выплаты будут производиться из местного бюджета. Рассмотрели и два вопроса о финансировании штатных единиц педагогов дополнительного образования и ежемесячной выплате материальной помощи для работников младшего звена в дошкольных учреждениях. И решили производить доплату из средств местного бюджета в целях стабилизации кадрового состава. Далее депутаты установили размер платы за жилые помещения на условиях социального найма и коэффициента соответствия этой платы для нанимателей. Рассмотрев представленный администрацией проект бюджета Десногорска на 2017 год, решили назначить публичные слушания на 17.30 20 декабря в кабинете 325 здания администрации. Предложения от жителей принимаются здесь же, в кабинете 301, с 15 по 19 декабря с 9 до 16 часов, а выходные дни с 9 до 13 часов. А также можно подать обращение в интернет-приемную Десногорского городского совета. Кадастровая палата по Смоленской области напоминает, что информация о собственниках квартиры является теперь открытой, и получить ее может любой гражданин Российской Федерации, заказав выписку из Единого государственного реестра, прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сделать это можно при помощи портала Росреестра. Региональная общественная организация «Совет женщин» подвела итоги работы за год. Более 30 лет Совет женщин и Комитет солдатских матерей работают на общественных началах. Благодаря их стараниям в области реализуются важные социальные программы. Смоленский областной совет женщин объединяет 30 районных и поселковых женсоветов, которые проводят большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, соблюдению прав человека в вооруженных силах. После подведения итогов года особо отличившихся отметили грамотами и благодарственными письмами. 13 декабря в администрации наказали нарушителей благоустройства города и ночных меломанов. Все подробности прямо сейчас. Всего было представлено 20 протоколов. По статье 17.4 областного закона за нарушение правил благоустройства на территории города рассмотрели два. По одному из них дело было прекращено из-за серьёзной болезни нарушителя. А по второму протоколу за отсутствие ограждения на строительной площадке нарушители оштрафовали на 3000 рублей. За нарушение тишины с 22 до 6 часов в статье 27 областного закона рассмотрели 18 протоколов. По 10 протоколам штрафом в 1000 рублей наказали тех, кто не соизволил явиться на комиссию и не оправдал своё отсутствие. А за повторное нарушение четырёх любителей громко поговорить и послушать музыку наказали от 2 до 3000 рублей. С пятью нарушителями просто провели профилактическую беседу и предупредили. В Смоленске наградили молодых учёных. 8 декабря в здании областной администрации состоялась церемония награждения победителей отборочного этапа по программе «Умник». В этом году из 40 подавших заявки в финал «Умника» прошли лишь 12 молодых учёных, а победителями стали всего 4. Именно их проекты в будущем будут использоваться в медицине и промышленности Смоленской области. Губернатор Алексей Островский поздравил финалистов и вручил им дипломы фонда, которые дают право на получение 500 тысяч рублей на реализацию собственного проекта. 9 декабря в День Героев Отечества смоленские стражи порядка почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В их числе майор милиции Алексей Буханов и прапорщик милиции Владимир Максаков, погибший при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона и удостоенные звания Герой России посмертно. 11 декабря дети Десногорска побывали с экскурсией в Московском историческом парке «Россия. Моя история». Поездка была организована администрацией Смоленской области. В ней приняли участие представители муниципальных образований Смоленской области, победители и призеры ежегодного областного смотра конкурса муниципальных районов и городских округов региона на лучшую организацию работы в области гражданско-патриотического воспитания. Воспитанники подготовительной группы детского сада «Мишутка» узнали о жизни и традициях народов Севера. Подробности в нашем сюжете. В зале Краеведческого музея с ноября работает выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Корякии. На ней представлены более 400 экспонатов. На этой неделе на выставку пришли воспитанники старшей группы детского сада «Мишутка». Экскурсовод начал свой рассказ с вопроса, знают ли дети, где находится северный край Корякия. Далее пошло повествование о малых народностях Севера, о том, в каких условиях они живут, какое жилье строят, на чем передвигаются, чем занимаются, где добывают себе еду и одежду. Неожиданно выставка вызвала самый живой интерес у детей. Экспонаты сами вели рассказ о сценах быта, рыбалке, охоты. Для детей они казались диковинными игрушками, выполненными из китового уса, оленьих рогов, дерева и меха. Для девочек женские украшения казались привычными фенечками из бисера, а женская одежда – нарядными шубками и красивыми сумочками. Я бы хотела, чтобы у меня были такие бусы и такая же одежда. Особый интерес вызвал уголок, где расположились шкуры и чучела настоящих северных животных – волка, росомахи, соболя и медведя-гризли. Мне понравились амулеты и животные, шкуры животных. А скажи, пожалуйста, медведь, он настоящий, правда? Ну, типа того, да-да-да-да. Я с ним почувствовала, как будто я нахожусь прямо с ним, с живым. Выставка несет большую познавательную нагрузку. Она разносторонне представляет географические, природные, этнические, бытовые и культурные особенности жизни народов Крайнего Севера. Ребята получили большое впечатление и выразили желание приходить на выставки еще не один раз. В областном центре прошел конкурс «Сердце отдаю детям». Он проводится раз в два года. В нем принимают участие и десногорские педагоги дополнительного образования. В этом году свою образовательную программу «Продвижение» на суд жюри представила педагог нашего Дома творчества Елена Гурьянова. Работа Елены получила хорошую оценку жюри. А сейчас новости спорта. Выпускник Смоленского училища Олимпийского резерва взял серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае. Семен Елистратов стал вторым на дистанции в полторы тысячи метров. Молодой спортсмен уступил лишь южнокорейцу Ли Чжон Су. В минувшие выходные в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов. Подробности в нашем следующем сюжете. Ежегодный традиционный турнир по мини-футболу среди ветеранов нынче прошел в усеченном варианте. Из-за погодных условий не приехали спортсмены из Смоленска, Брянска и Калуги. В турнире участвовали три команды – две десногорские «Бордо» и «Ветеран» и «Ветеран» из «Врославля». Наши поколения уходят, и мы не знаем, будут ли такие турниры, потому что следующее поколение практически уже не собирается, не общается, их уже на турниры не пригласишь, не проведешь. Плохо, конечно, что чего-то не хватает. Почему-то мы не можем втянуть молодежь, не можем привить молодежи на сегодняшний день такой же любви к футболу, к спорту, как это было привито нам в свое время. Для участия в турнире допускались игроки старше 50 лет. Старейшему футболисту Вячеславу Джатяну уже исполнилось 62, а игроку десногорской команды «Ветеран» Виктору Солоненкову – 61. Он признается, что одной ногой может сделать до тысячи ударов. Вот такие своеобразные фишки у наших ветеранов. Спорт – это здоровье. Никто его не отменял. Участники турнира благодарят руководство Десногорска за развитие спорта и поддержку ветеранов. «Захватывающая очень игра. Много голов. Нравится тем мини-футбол, что много голов, много атак. Даже забил один гол с левой ноги. Очень нравится нам играть в футбол». Лучшими в турнире стали футболисты десногорской команды «Ветеран». На втором месте еще одна наша команда «Бордо». У спортсменов из Рославля третье место. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин